Всем привет, дорогие друзья! Спасибо, что вы вновь на моем канале и спасибо, что вдохновляете меня на создание видео, в которых я делюсь своими секретами с вами. И сегодня я решила создать такое очень плодотворное видео, которое насыщено секретами, как избавиться от живота и боков. И тут же я рассказываю мой реальный опыт. Также я запишу отдельную тренировку для такой проблемы на своем канале Катя Энерджи, вы его все знаете. И также я еще сделаю дополнительное видео о питании, которое будет прикреплено к этому основному видео. Поэтому следите за событиями, подписывайтесь на канал и фитнес, и Катя Ворлд, и вы будете в курсе. Буквально недавно я была в положении, у меня родился ребенок, и я могу сказать, что и до беременности был такой период, когда я имела довольно круглый животик в области купа. Наверное, девушкам многим это знакомо, несмотря на то, что я была довольно стройной и спортивной при этом. Я занималась спортом, но вот был жирок вокруг пупка. И также у меня не было вот такой достаточно изящной талии. Я была, наверное, более такая спортивная. Как-то все это было немножко вот так вот прямо, что ли сказать. Затем я проанализировала свои действия, и я поняла, что я совершаю некоторые ошибки. Допустим, я делаю какие-то ненужные упражнения на бока, ошибочно полагая, что эти упражнения помогут мне сузить мою талию. Но нет, моя талия, наоборот, немного росла. И вот тот жирок вокруг пупа, тот самый животик, он у меня не уходил. И затем я как-то до беременности сумела с этим животом справиться. Я также сделала более рельефную талию. Далее была беременность, далее началось грудное вскармливание, мышцы пресса были ослаблены. И, конечно, опять все это вернулось на круги своя, и я опять обрела животик торчащий. И буквально в короткие сроки я от него избавилась. Я получила плоский живот с сильным прессом и без подкожного жира. Это очень важно, потому что если вы делаете свой пресс, если вы его прорабатываете при помощи упражнений, но при этом вы имеете подкожный жир, ваш живот всегда будет слегка круглым, слегка торчать. И чем больше будут расти мышцы, укрепляться мышцы, тем больше может жирок торчать. Ну, просто можете обрести такую форму бутылочки. И тут мы начинаем с первого секрета. Я научилась правильно ходить. Это первый и самый главный закон плоского живота. Научиться правильно ходить – это не только держать осанку или ходить по 5 км в день. Я писала подробно в своей книге «Ленивый фитнес» о том, как правильно ходить для того, чтобы накачать пресс. Я всегда хожу со втянутым животом. И при этом еще делаю дыхательную гимнастику периодически. То есть я дышу внутри живота. То есть выполняя упражнения ногами, а это в частности ходьба, обычная ходьба, которую мы совершаем в течение дня. И при этом напрягая живот и втягивая его, и правильно используя свое дыхание в качестве тренировки, мы качаем пресс раз. И второе – мы сжигаем подкожный жир, что тоже очень важно. Следующий прекрасный секрет – это уход за кожей. А в частности, это хороший грубый скраб-пилинг 2 раза в неделю. Очень люблю скраб-пилинг, который я сама делаю из кофе. И, допустим, смешиваю либо кофе с медом, либо кофе с морской солью, либо также кофе с сахаром порой я смешиваю. В общем, хорошо массируя кожу, мы раскрываем поры, и это нам помогает выводить токсины. Соответственно, производя еще массажные движения, мы этим самым хорошо проминаем жир, и которые также очень быстро у нас в совокупности со всеми следующими процедурами улетучиваются. Он сжигается, кожа становится тонкой, без подкожного жира, и все это хорошо облегает затем мышцы, и живот становится плоским. Я перестала делать упражнения на косые мышцы пресса, которые, на мой взгляд, все-таки увеличивают талию. Я стала больше делать растяжку на боковые мышцы. То есть растягивая их, делая скручивания плавные. При этом я все это делаю с дыханием правильным. Это все помогает сузить талию. Все помогает вытянуть мышцы, потянуть их, сделать более крепкими и одинными, и при этом изящными. Кстати, да, контрастный душ. Не забывайте об этом. То есть я делаю... То есть я принимаю обычный душ, и всегда его завершаю ледяным душем, снизу вверх, делая круг вокруг сердца и заканчивая на голове. Все это помогает включить в работу обмен веществ. Соответственно, все это быстрее сжигает жир. И в тот момент, когда вы качаете мышцы в ходьбе или просто в тренировках, вы сжигаете жир при помощи других процедур, пилинга, массажа и контрастного душа. Соответственно, жира становится меньше, мышцы становятся крепче, и вы становитесь более сухой и плоской. В хорошем понимании этого слова. Также я совершаю, естественно, упражнения на пресс. Но я как-то все меньше склоняюсь к упражнениям именно банальным, на прокачку пресса, я больше делаю каких-то хитростей. Как я уже показывала, одно упражнение на Катя Энерджи – это удары по прессу при помощи пальцев. Также использую дыхание. Таким образом, я сжигаю и разбиваю жировую прослойку, и также при этом напрягаются мышцы пресса, и они работают. То есть можно не качать, не утруждаться. Можно вот таким образом напрягать мышцы, стимулируя их при помощи мелких ударов пальцами. И еще волшебное упражнение, волшебная тренировка – это регулярная планка. Планка работает на все тело. Даже когда у вас нет времени, ну просто сделать элементарную суставную утреннюю гимнастику, вы становитесь в планку, выполняете ее 2-3 минуты, и ваше тело затем вам скажет большое спасибо, потому что планка прорабатывает сразу все тело, и в особенности пресс. Укрепляются мышцы пресса, при этом они не перекачиваются, они реально укрепляются, и вы подсушиваете жировую прослойку, и вы при этом накачиваете пресс. Так, ну что, у нас уже соседи начали, конечно же, стричь газоны, и это говорит о том, что мне пора закругляться с этим видео. Но я думаю, что сегодня я создала довольно насыщенное секретами видео, и я думаю, что это видео вам поможет стать еще лучше, поможет вам избавиться от живота и сделать вашу талию более изящной, не совершая ненужных ошибок, которые затем придется вам исправлять. Поэтому будьте красивыми, будьте стройными, изящными, а самое главное, не забывайте о здоровье, потому что на пути к совершенству нужно суметь сохранить здоровье. Всем спасибо за внимание, увидимся очень скоро. Жду ваших комментариев на тему следующих видео, и пока!